Всем привет! Мы на канале Надюшка ТВ. Сегодня я буду ночевать у Алины. Так что мы сейчас идем ко мне на улице темно. Я соберу свои вещи, возьму уроки, возьму вырезалку в школу. И еще сейчас будет сниматься на мой канал тоже. Так что мы идем ко мне. Вот, ребят, вот такая темнота. Вот еще блогер Алина. Ребят, вот такая у нас темнота, мы сейчас идем. Алина с моим пакетом, а я с рюкзаком. Идем, идем. Да, Алина. Сейчас я тоже буду снимать на телефон. Вот Джесси. Ой, Джесси. Это Джесси. Мужик Алини пришли. Так, Джесси, рада, что мы пришли. Это еще Авель. Алинин котик. Вы такой красивый, ребят. Меня Алина будет расчесывать. А я люблю расчесывать, у нее длинные волосы. Не знаю, я с детства такое, что я люблю расчесывать волосы или что-то заплетать. Я такой человек, не знаю почему. У меня мама должна была быть парикмахерском. Парикмахером? Она училась. Может, пошло у меня это все от нее. Да. Ой, блин. Меня Алина расчесала. Сейчас мы будем убираться у нее в спальне, я ей помогу. А потом мы будем делать уроки. Мне надо сделать алгебру и литературу. Литературу я прочитаю, а алгебру я напишу. Мы с Алиной едим конфеты и сейчас будем конфету делить. На баба-баба. Делим конфету. Разделили. Ребята, капец. Мне надо сейчас искать в интернете, что обозначает, ой, как появилось мое имя. И что оно обозначает. Мне ничего больше делать нечего. Вы мне такую домашку задали, чтобы написать... Еще и упражнение 260. Это по-русскому? Да. А, найдем. Алина сейчас придет, а я буду заполнять свой дневник. Школу. Блин, капец. Я свою любимую ручку забыла. А, ладно, все равно оно закончилось. Да, действительно. Отпустите. Тебе удобно тут все? Я ее в русском забыла. Вот, ребята, Алина пришла. А вот мы как раз вдвоем вот так дневники держим. Вот мой дневник и сейчас я буду заполнять его. Мне, я не знаю, или одноклассники вот это вот сделали. Вот это вот. Или учительница. Классная руководительница. Учительница. Вот так, блин, чуть негде. Ребята, я сейчас забила в интернете, что обозначает мое имя. Имя Алина является сокращенной формой Аделины. У нас, в свою очередь, является уменьшительной формой древнегреманского имени Аделя. Значение, которое трактуется как великодушное, благородное. Ребят, я заполнила дневник. У меня домашка вот такая она. Завтра география. Я географию не сделала. Я сделала русский вчера. Сейчас я буду делать алгебру и литературу. Задали алгебру. Вот нам такой номер задали. Алина в шоке, а это легкотня. Мы сейчас решаем степени. Это самая легкая тема. Но легкая тема это с буквами. А вот с цифрами мы путаемся. Я это, ребят, буду делать без ГДЗ. Я у Алины нашла наушники. Беспроводные и беспроводные. Я тут человек, который любит распутывать проводные наушники. И запутывать их специально. Алина пишет русский. Я пишу алгебру. И мы начинаем. Только извините то, что не видно тетрадок. О, видно. Она сейчас стоит на моей подставке, которую нам подарили в школе. Короче, вот так вот. Вот такая у меня тетрадка по алгебре. Такой милый котенок. Действительно. У меня прям такая красивая тетрадочка прям. Потому что их в гимназии не разрешат вот такие красивые тетради. Это не гимназия, это гомоназия. А у меня школа 24. Я сейчас списываю с телефона, потому что наша висичка сказала тупо, ищите в интернете пишите в тетрадке. А какое сегодня число? Одиннадцатая. Где она точно сказала в тетради? Да, одиннадцатая. Одиннадцатая. Одиннадцатая пишет со двумя Н. Н. Конечно, сверху налепила. А я просто написала... Я пишу такая, вспомнила. Она две Н. Я подумала, я написала две Н, а у меня такой почек, что Н и И у меня одинаковые. Из этого пришлось лепить. Ребят, у меня есть тетрадка по литературе. Собачка. Да. В зоне написано. Как учить стихотворение? Не зря завела я вот такую тетрадочку. Зато знаю, как учить стихотворение. Ну, прочитай. Так, сейчас прочитаю, ребят, как учить стихотворение. Первое. Выполнение домашнего задания, начиная с работы над стихотворением. Второе. Прочитай стихотворение вслух. Выясни значение всех непонятных слов. Третье. Прочитай стихотворение выразительно. Постарайся почувствовать его настроение и ритм. Четвертое. Раздели стихотворение на четверостищие. Ой. Раздели стихотворение на четверостищие. Четверостищие. Или отрывки. Пятое. Прочитай четверостищие. Постарайся повторить по памяти. При необходимости заглядывай в текст. Выучи четверостищие. Шестое. Таким же образом выучи второе четверостищие. Повтори первый и второй отрывок вместе. Седьмое. Также выучи следующий отрывок. Второе. Ой. Восьмое. Расскажи наизусть стихотворение. Девятое. Перед сном два-три раза повтори стихотворение. Десятое. На следующий день утром еще раз прочитай стихотворение, а потом расскажи его наизусть. Ребят, я так и не учу стих. Я, у меня, допустим, есть по стопикам. Я помню, я учила стих песен Вечим Олеги. И там, получается, шесть строчек было. Вот я взяла один стопик. Я по две строчки учила. А потом на ночь я прочитала его, рассказала. Положила книжку под подушку. И на утро я знала ее как-то нормально. Вот так я учу стихотворение. Ребят, Анадя спросит у меня. Сколько будет пять лет? Я просто забыла. У меня просто в голове танцуют причастие, идеи, причастие. Ну, пять на два. Это ради я считаю, а, да? Вот так я знаю, ребят, математику. Прям как и я. Я, ребят, заплела высокий хвост и начинаю. И продолжаю писать алгебру. Просто ради стало жалко. Жалко. Жалко, да, жалко алгебру. Жалко у пчелки. Мне просто жарко стало. Это нам делать нечего. Да, мы не можем нормально написать уроки. Ага. Ребят, у нас дело запятую с бомбукой А. Вот вы просто глянете. Ну и почерк. Волнистый такой. Да? Не, у меня почерк это просто что-то смешанное. Врачом и папином. Врачу маму моя пишет почти как врач. А папу какой-то он вообще непонятный почерк. Он половину печатными пишет, половину непонятно какими. Из-за этого у меня получился какой-то вообще почерк ужасный. Я эту алгебру никогда не напишу. Я еще забыла... Она написает историю взять. Я бы могла историю взять, географию, выучить, а театлантические географии... Ой. Атлантические географии. Знаешь, знаешь, что сейчас нельзя учить? Еще одну запитую. Она русский не может нормально написать, а я алгебру. Я, которая вчера русский уже написала, а в четверг сделала его с мамой. Да. Не без ГДЗ, ребята. О своей головой думала. Я без ГДЗ жить не мог. А я могу. Я алгебру, ребят, пишу вот сто процентов без ГДЗ. А литературу уж точно я с ГДЗ списывать не буду, потому что ее читать надо. Не, я могу найти просто, знаете, это прослушать, слушать, а не читать. Ну, не хочу. Хочу сама читать. Да, я люблю читать. Но иногда лень. Я тот человек, который не могу читать на камеру. Не могу читать. При всем классе, когда там один человек, я могу еще нормально прочитать. При маме не могу. Вот при нами могу. При всех остальных нет. Не знаю, почему так происходит. И одна я читаю вообще хорошо. А все мне не верят. Говорят, учись отчитать. Без честного. Не, мне не говорят, что получилось читать, так как я, по сути, нормально читаю. Не, я все, но бываю, я запинаюсь. Как, 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 как сказать. Мне кажется, все запинаются. Но ошибки все равно делаем. А как? Мы на ошибках люди учимся. Люди. А мы что, люди? Действительно. Мы люди. Нет, мы обезьяны. А может, и обезьяны. Мы были раньше обезьянами. Переросли в люди. Ты что, историю не учишь? Нет. Не, я, 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 историю учу. Короче, ребят, все мы написываем. Знаете, как я написала Котого? Я написала Котого. Я пропустила. Ё-моё. Она не может списать, ребят, с готового. С интернета. Ладно, ребят, встретимся, когда уже напишем уроки. А то мы так не напишем никогда. Я сделала один номер по алгебре. Теперь надо сделать второй. А я почти написала русский. Вот, Алина пишет русский. Котого написала, которого... Одиннадцатая она там Н потеряла. Я, которая... Знания по русскому языку. Я, которая по русскому получаю три. У меня в семестре три по русскому. А по английскому и немецкому четыре. Но я русская. Логично. Я русский. Алина мне вырезает вот эту картину ножиком. Нам дали в школе. Ну, мне дали в школе. Мы просто класс готовим к Новому году. Я там тоже вырезала дома. Сейчас мне Алина помогает. А я уже, ребят, написала алгебру. Осталось мне прочитать литературу. К нам еще тут гости приехали. Под названием Игорь. Будешь сниматься на YouTube? Короче, ребят, он камеры боится. Не хочет он сниматься. Так что не покужу я вам, Игорь. Алина вырезает. Я сейчас буду читать. Нам задали читать песню про царя Ивана Васильевича. Молодого опричника. Я не знаю, правильно, ребят, ли я прочитала. И удалого купца-коллажника. Ребят, смотрите, как Джессика спит. Так мило. Игорь. Все-таки он решил себе показать, короче. Вот, Алина столько вырезала. Осталось елочку там довырезать, короче. Ну, короче, не усиленно.